МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, Кирилл. Рады вас слышать. Но, с вашего позволения, давайте начнем с чего. Прежде всего, есть заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который подтвердил тот факт, что 13 апреля, когда был уже знаменитый, и ставший знаменитым телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, в общем, обсуждалось в числе прочих тем, возможно, покушение на президента Беларуси, вот госпереворот, в ходе которого должны были ликвидировать, как нам докладывают самого Александра Григорьевича, его детей там посадить в яму, имущество разграбить, ну и прочее бесчинство творить должны были некоторые люди, которые, как сообщают спецслужбы, подпитывались американскими всякими структурами, довольно известными. ЦРУ, ФБР об этом Александр Григорьевич заявлял. Ну, собственно говоря, потом эта информация, кстати говоря, стала известна. 17 апреля вот об этом возможном госперевороте разговор Путина и Байдена 13-го состоялся. Как вы считаете, вообще, мы не знаем, что ответил конкретно Байден, вот что бы он мог ответить, на ваш взгляд, на вот такого рода информацию? Ну, я думаю, что он просто был обязан визуировать это и сказать, что Америка, как град на холме и как носитель всего хорошего и борец против всего плохого, никогда не мог бы задумать или попытаться совершить этакое злодейство. Я думаю, что Байден был бы сказать, что в этом роде. Ну, а в целом вот эта история, она же развивается, обрастает новыми подробностями. Я уже сейчас говорю не о разговоре Владимира Путина и Джо Байдена, а вот, собственно, о вот этом готовившемся госперевороте. Да, подробности разные, мы видели, я думаю, вы тоже, наверное, смотрели кадры задержания вот этих людей, которые в ресторане сначала обсуждали, даже список туда принесли, значит, вот этот расстрельный. И по скайпу это все довольно открыто обсуждали. Ну и в целом вот много таких довольно странных вещей, да, что вот разграбление имущества, там, отнятие имущества, вы хотели Лукашенко посадить детей в подвал, где-то там в Витебске, ты не помнишь, Кирилл, где-то там якобы было, или в Витебске. Да, действительно. Или в Гродинской области, да. Ну и в целом, конечно, это выглядит крайне устрашающе. Вам как эта история кажется? Как вы ее воспринимаете? Давайте сразу котлет отложим в стороночку немножко и поговорим о мухах. Что касается этого видео, то оно меня не убедило. Мне кажется, что этих ребят бедных просто развели, спровоцировали. Чьи это были спецслужбы, я не знаю, думаю, что они американские. А что касается, собственно, ну, самого вкусного, то есть начинки котлетной, и, конечно же, Америка заинтересована устранить Лукашенко и дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Но вот эта история, которую нам показали, которую обсуждают, она меня не убедила. Мне кажется, что эта затея может быть на опережение каких-то американских инициатив, сделанная какими-то другими силами, возможно, даже не западными. Это мое впечатление. Евгений Юрьевич, Илья, вопрос, собственно, ну, перспектива Лукашенко довольно, в общем-то, неоднозначная, учитывая, что часть населения, мягко говоря, его не поддержит. Мы все помним историю прошлого лета, когда на предприятиях были забастовки, открыты и не очень. А вообще, в принципе, Лукашенко за счет чего держится? Ну, во-первых, за счет харизмы, естественно, как любой деятель, который просидел столько лет в руководящем кресле. Во-вторых, на вот этой традиции все-таки для народов бывшего Советского Союза или для народов Российской империи, по сию пору существует вот этот фактор сакральности власти. То есть человек, который во власти, он уже вот не такой, как мы, не такой, как все. Поэтому думаю, что он очень авторитетен. Дело в том, что Лукашенко вызывает недовольство у тех людей, которых он там называет продвинутыми, или там Дмитрий Ольшанский называет их мультикультурной диаспорой, которая существует там почти в каждой стране. Но я думаю, что на самом деле, не знаю уж как там насчет 90 или 80 процентов, но большинство населения глубинного, так скажем, нашей соседней Дружеской Республики поддерживает президента, несмотря там на все очевидные косяки и на все недостатки, которые, собственно, он даже не пытается особенно скрывать. Поэтому я думаю, что перспективы у него будут нормальные, если он наконец-то определится со стулом, на котором он сидит, потому что он пытается сидеть на двух-трех стуле. Его стул, Евгений Юрьевич, его стул президентский прежде всего, а уж с геополитической точки зрения тут может быть даже больше, чем два стула. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что Соединенным Штатам выгодно смещение Лукашенко, замена его на какого-то другого лидера. А все-таки, если попытаться так по-политологически взглянуть на эту проблему, а в чем интерес Америки? Чем ее не устраивает Лукашенко? С той точки зрения, что, в общем-то, Беларусь не стала частью Российской Федерации, чего, наверное, не понравилось бы Западу. И прежде всего за счет самого Александра Григорьевича, который как раз играет на вот этих вещах. И по большому счету, в общем, какие мотивы могут быть у Вашингтона, чтобы убрать Лукашенко с этой должности? У Вашингтона, здесь дело не в самом Лукашенко, у Вашингтона после того, как там пришла вот эта партия войны к власти, то есть Байден, ну, Байден, он очень условно, как мы понимаем, президент, это человек, который, может быть, персонифицирует какие-то эти силы. Они вообще заинтересованы в создании хаоса вообще во всем мире. Это не только Белоруссия. Поэтому будут бесконечные войнушки по всему миру. И думаю, что достаточно крупные. Кроме того, Лукашенко... Ведь не только американцы хотят убрать, а вообще Америкой или американской властью, или американцами называют вот это вот некое глубинное управление Запада, которое на самом деле действует и не в интересах Америки, уж точно там не в интересах Евросоюза. И вот поскольку Лукашенко, как мы помним, совершенно не вписался в проект ковид, то он вызвал очень сильное раздражение. Гораздо больше даже, чем шведы. Потому что шведы там у нас не вызывали раздражение, они вызывали раздражение только у организаторов всей этой движухи. А Лукашенко, который провел парад 9 мая, если вы помните, были вот эти разговоры, что сейчас после парада там все умрут, а Минск будет пустым городом, по которому будут только труповозки ходить. Вот этим он очень сильно не понравился, и есть масса людей, которые хотели бы, в общем, чтобы... Чтобы его не было. Евгений Юрьевич, завершая эту тему, крайне интересно, я все-таки спрошу вас вот о чем. На днях буквально Александр Григорьевич анонсировал, что он сделает какое-то суперважное, чуть ли не пахальное заявление, и это будет вообще-то даже не просто заявление, а некий декрет. И, в общем, заинтриговала международная общественность. Но давайте погадаем, что это может быть за декрет, что он отменяет выборы, что он уходит с президентского поста, что Беларусь и становится-таки частью Российской Федерации. Что это может быть? Я думаю, что самое разумное было бы в его нынешнем положении каким-то образом артикулировать действительно альянс с Россией в качестве, не знаю, вхождения ли России там, допустим, в рублевую зону. В общем, какие-то вот сделать шаги, чтобы было ясно вектор развития страны, который видит нынешний лидер для себя, на восток. Потому что на Запад уже у него не получилось. Понятно, что ему удавалось лавировать очень много лет. И, возможно, он и хотел на Запад, его просто не пустили. Поэтому у него, в общем-то, остается одна дорога только. Все ясно. И опять же не перетол. Одна дорога, да. Но всегда есть какой-то запасной же путь. Ну, посмотрим. Ладно, прекратим пока гадание. Давайте о российско-чешских отношениях. Тут вот новая информация. Ну, мы знаем, что высылали 18 дипломатов чехи российских. А Россия 19 в ответ высылает. Связано это с тем, что, в общем, обнаружили причастность тех самых Баширова и Петрова знаменитых к диверсии на одном из чешских складов, где оружие хранилось. Ну, якобы обнаружили. По версии Праги правоохранительных органов. Да, ну, можно добавить слово якобы, конечно. Мы не видели этих документов. И вот теперь, значит, вот разворачиваются дипломатические скандалы. И в его рамках власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка, которую занимает сейчас дипредставительство, собственно говоря. Значит, идет речь о полгектаре земли. В общем, не так, что вроде бы и много. Хотя для столицы любой страны, наверное, и немало. И это все напоминает, кстати говоря, вот дипломатический скандал между Россией и Соединенными Штатами, когда там тоже, значит, шла речь о недвижимости, да, которую надо бы как-то вернуть. Или, в общем, кто-то что-то хотел присвоить. Не будем уточнять. Ну, как вы считаете? В общем, куда эта кривая заведет? Потому что уже вот даже имущественные вопросы встали на повестке дня. Понимаете, просто мне кажется, совершенно нелепо говорить о Чехии как о каком-то независимом игроке и о решениях чешских властей, как о каких-то самостоятельных. Большинство этих стран находится под внешним управлением. Собственно, это даже не скрывается. Да, поэтому я думаю, что чешские власти, они просто выполняют волю, опять же, игроков этого, скажем так, силы, которая называется Америкой. Вот такая некая коллективная Америка, хотя это транснациональные силы, которые фактически полумиром рулят последние 20-30 лет. Поэтому я думаю, что это очередной ход на этой доске в рамках игры, в попытках Россию вернуть на те позиции, на которых она была. То есть немножечко задвинуть. Евгений Юрьевич, а почему тогда МИД Чехии так вот нарочито удивляется решению Москвы о высылке, соответственно, чешских дипломатов? Почему они удивлены? Почему такая вот реакция? Вообще говоря, потому что мы, как правило, не... Они что, простите, они что, сомневались в адекватности ответа российского МИДа? Недооценивали? Я думаю, что вообще политика российского МИДа при безусловной харизматичности руководителя МИДа, и господина Лаврова, и, как он говорит, это все замечательно. Но по практике, посмотрите, что вообще у нас с МИДом происходит. МИД у нас потерял для начала ближнее зарубежье наше, потерял Восточную Европу. И меры, как правило, были неадекватными и несимметричными во внешней политике. При риторике, то есть дискурс был абсолютно адекватный, тот, который вот, ну, условно говоря, так скажем, путинский. А то, что делалось, ну, я думаю, что привычно было для наших партнеров, каких-либо называть наш президент, практика сглатывания, что мы там получаем по мордасам и, в общем-то, как-то утираемся. Поэтому думаю, что удивление-то здесь вполне может быть и искренне. Евгений Юрьевич, ну, скажите, пожалуйста, я вот просто хочу понять, и, может быть, мы вместе попробуем это сделать, все-таки механику всей этой истории. Но есть господин Земан, понятно, что это пожилой человек, не очень, может быть, здоровый. Президент Чехии, понятно, что он ограничен в полномочиях по Конституции, но, тем не менее, все-таки это глава государства. И, в общем, никаких отрицательных эмоций в отношении России он не испытывает. Скорее, наоборот, он нейтральный или даже, ну, чуть ли не дружественным. Недружественным был в какие-то периоды и в каких-то ситуациях. И, тем не менее, вот это обвинение, ну, подозрение пока, да, в причастности спецслужб России вот к этому самому взрыву, к диверсии, вот это фальсификация как бы фактов. Вот я просто не могу понять, на основании которых уже начинают высылать дипломатов и закручивается большой механизм, да, санкционный, дипломатический там, и большой международный скандал. То есть это просто подлог и фальсификация фактов, ничего не было. Ну, вот из Вашингтона поступил приказ организовать вот такую историю. Или как это происходит? Может быть, из Вашингтона не поступил приказ конкретно организовать ситуацию с взрывом вот этих боеприпасов, которые предназначались Украине в 2014 году. Я не думаю, что там все как бы детально. Есть некие установки, которые, то, что называется, линия партии правительства. Такой термин был в Советском Союзе. Вот есть некая линия партии правительства, Вашингтонского обхома. И все в меру готовности, в меру понимания этой линии пытаются ее реализовывать. Поэтому возможно, что детали всей вот этой вот движухи, они вовсе придумывались не за океаном, а очень, может быть, даже что и в Праге. Но дело в том, что мы с Вами пытаемся руководствоваться здравым смыслом в презумпции того, что лидеры государств, власть, правительство, руководители спецслужб, люди очень компетентные, очень разумные, знающие гораздо больше нас и интеллектуально сильнее, ну, допустим, нас, журналистов или людей, потребителей нашей продукции. Без сомнений. Евгений Юрьевич, я прошу прощения, у нас еще несколько тем. Просто по Чехии с России хотелось бы уточнение, вот какое от вас получить, если возможно. Чехия бравирует тем, что исключит Россию, Росатом из состава предполагаемых достройщиков нескольких энергоблоков АЭС Дукованы. Но ведь, как по мне, эта история, мягко говоря, не очень выглядит с точки зрения технологий и энергобезопасности. Отдают ли себе отчет, в том числе и некоторые здравомыслящие чешские политики, в том, что если часть энергоблоков строили советские, российские инженеры, а достраивать условно будут какие-нибудь французские и так далее, там совершенно другие принципиальные технологии, то не получится ли здесь какого-то, ну, боже упаси, негативного случая, связанного там, я не знаю, с Фукусимой-1, например, да, и всего прочего? Они осознают эти риски? Мне кажется, вряд ли. Нет, не осознают. Это то, что издалека я вот начал, что, ну, если вы хотите, чтобы коротко, Дуслав, везде идиоты, там, во власти такие же идиоты, как, ну, и вокруг. Ну, прям везде-везде или где-то есть все-таки умные люди? Нет, нет, ну, вы нигде. Мы переоцениваем вообще на самом деле компетентность и наших руководителей, и руководителей в исторической ретроспективе. Я просто основываюсь на собственном каком-то очень небольшом, но для меня убедительном опыте исхожу из того, что во власти люди, которые отнюдь не умнее тех людей, которыми они и руководят. Все понятно. Давайте о Навальном. Дело в том, что Алексей Навального вот из ИК-2 в Покрове переведут в стационар в Вадимирскую область, ну, там больница для заключенных, знаем, что, по-моему, 20-й уже или 19-й день голодовки пошел, ну, 31 марта он объявил там, так сказать, наверное, 20-й, да? И как он через адвокатов сообщает, ну, состояние у него плохое, и поэтому, как мы тоже знаем, объявлена была некая несогласованная акция, не будем говорить, когда, где и кто ее объявил, ну, в общем, это, может быть, второстепенное значение играет, но, тем не менее, вот есть комментарии Кремля, что не располагает, Дмитрий Песков об этом заявил, не располагает данными о здоровье Навального, вот к нему, насколько я знаю, не пускают независимых врачей, на чем он настаивает, но, тем не менее, здоровье его оценивают в этой исправительной колонии, номер 2, как удовлетворительное, его осматривает врач-терапевт, ему дают витамины, и вроде бы как все нормально, но сторонники Алексея Навального говорят, что ровно наоборот, что он на грани уже, можно сказать, гибели. Как вы прокомментируете происходящее? И вот ту самую акцию тоже прокомментируете, которая состоится, и МВД, кстати говоря, естественно, призывало россиян не участвовать, поскольку она не согласована. Я, вот это опять вопрос, вполне созвучный с тем, который мы ранее разбирали, об адекватности и симметричности ответов. Я не понимаю, почему у Навального, которому я сочувствую в нынешней ситуации, какие-то должны быть привилегии. Посмотрите, допустим, на ситуацию с заключенным Бутом, россиянином, который уже много лет находится в Америке. Я считаю, что поскольку нам Навальный абсолютно недорог, и он, очевидно, дорог каким-то людям, которые за него переживают, прежде всего, на Западе, я не понимаю, почему не выставиться инициативой об обмене, допустим, его на Бута. И каждый бы вернулся к себе домой, фактически. Поэтому я считаю, что если бы с Навальным обращались так, как обращаются, допустим, с россиянами в американских тюрьмах, такими, которых можно назвать политическими заключенными, потому что понятно, что Бутон страшный злодей, контрабандист и все такое, но даже американцы не скрывают на самом деле вот эту политическую составляющую, показной вот этой акции с его заключением. Поэтому я ему сочувствую, но этот человек знал, во что он вписывается. Любой человек, который претендует на роль революционера, он там должен быть готов присесть, голодать, получить там зеленкой в лицо и всячески бороться. То есть его я понимаю, наши власти, я не понимаю, почему его не попытаются хотя бы разменять и отправить, наконец, снова на Запад. Но, может быть, какие-то куларные переговоры на этот счет ведут. Другой вопрос, нужен ли этот размен Западу? Нужен ли Западу Навальный? Ну, Западу, конечно, не нужен, но нам Навальный тоже не нужен, потому что это ничего, кроме головной боли, не будет приносить. Евгений Юрьевич, здесь просто нюанс, но если, опять же, ориентироваться на адвокатов Навального, что просто, что по закону, я не буду говорить, по какому именно, я не знаю этого, но так адвокат утверждает, что по закону должен быть предоставлен гражданский врач, чего не происходит, и вот, собственно, идет речь о законе, о соблюдении закона. Я считаю, что здесь речь идет о привилегиях, потому что существуют законы везде, и везде же опять существует практика. Если мы опираемся на практику, которая у нас в местах заключения наблюдается много-много лет, то он получает все, что ему положено. Все, что он будет получать актер, это будет опять и еще раз привилегии, что, кстати, будет вызывать раздражение у тех людей, которые Навальному не симпатизируют. Понятно. Давайте поговорим о журналистах. Тема, в общем, весьма актуальная, во всяком случае, для некоторых присутствующих в этом эфире, в студии, на линии. Но смотрите, есть у нас уже масса инициатив о том, что журналисты должны носить там жилеты, бейджики на каких-то акциях, в том числе и политические. Это нормальная практика во всех странах. Я не знаю, почему это вроде бы даже в законах прописано. Но теперь идет речь о том, что Совет по правам человека выдвинул предложение обязать журналистов носить номерной знак и QR-код на политических акциях и включать их, вот этих людей, журналистов, репортеров, в специальный реестр. А если в реестре нет, значит, то человек этот, будучи даже журналистом профессиональным, представителем какого-то СМИ, но при отсутствии в реестре он будет вроде бы как участником этого митинга. То есть, получается, нужно аккредитаться на вот эти акции. Ну, какая-то двойная, тройная, да, четверная. И как бы это особая каста, получается, людей, которые вот именно политически несогласованные акции освещают. Что скажете? А мне вот эта инициатива нравится, потому что я помню несколько каких-то движуг, допустим, там, похороны на Возгодске, когда три четверти присутствующих, это были журналисты. И, собственно, то есть они сами создают события, сами его освещают. Поэтому я считаю, что это вполне разумно. Если ты хочешь присутствовать на этом мероприятии не как профессионал, а там поддержать... Понятно, да, как гражданское лицо. Да. Значит, ты как-то не аккредитовываешься и не получаешь эту метку. А если ты идешь туда в рамках профессии, то... Ну, а почему, почему... Евгений Юрьевич, извините, вот у меня коллеги тут подсказывают в скайпе, я с ними совершенно согласен. Ведь все это регламентируется законом о СМИ, да, что человек должен иметь редакционное задание, удостоверение, бейджик, там, жилет. Зачем наворачивать новые какие-то истории и, в общем, по большому счету затруднять работу, в том числе, может быть, и правоохранительным органам, которые пока разберутся во всем этом, в QR-коде там и в прочих удостоверяющих документах, уже будет поздно. Да, акция кончится, условно говоря. И освещать будет нечего. Ну, поскольку вообще есть, как бы, какая-то стратегическая линия на то, что мы все будем вообще все движения совершать в ближайшем будущем с QR-кодами, там, и на улицу выходить, и в самолетах летать, то я считаю, что для начала попрактиковаться на журналистах очень тяжело. Ну, это как подопытные некие... Да-то вы жестко, жестко хватили. То есть провести некоторый опыт такой. Конечно, посмотреть, как это работает. А если журналистское сообщество это проглотит, то дальше можно уже и еще чего-то навертеть. Я думаю, что эта вся история с самоизоляциями, вот в мире с карантинами, показывает, на самом деле, что все проглотят все. Ну, пока, собственно говоря, это происходит, да. Ну, я просто добавлю, что вот, прочитаю по лентам, да, номерным и снабженным доступным для считывания кодом сотрудниками правоохранительных органов, предлагается сделать уже одобренный Роскомнадзором бэдж журналиста, да. То есть, по большому счету, ну, некие технологии совместить, объединить, да, как-то, так сказать, трансформировать, усовершенствовать. Кьюаризировать. Да, посмотрим. Ну, что ж, спасибо, журналист, медиаэксперт Евгений Додолев. Радио Спутник. Новости. Студия Дмитрия Михеевича. Здравствуйте. Власти Праги потребуют у России вернуть часть городского парка Стромовка, который сейчас занимает посольство России. Об этом заявил староста района Прага-7 Яна Чижинский. По данным СМИ, речь идет о половине гектара земли. Власти города хотят восстановить там зеленое насаждение. Ранее чешский премьер Бабиш обвинил спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Рвебице. В 2014 году из страны выслали 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами Нонграда 20 сотрудников посольства Чехии и Москве. В МИД России назвали обвинения о причастности российских спецслужб к взрыву абсурдными и надуманными. Дело в отношении Google возбудила федеральная антимонопольная служба России. В ведомстве заявили, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. За признание государственным румынского языка, а не молдавского, высказалась президент Молдавии Майя Сандо. Выступая в ПАСИ, она заявила, что с такой инициативой должен выступить парламент. По ее словам, уже есть решение Конституционного суда о том, что государственный язык в стране румынский, но в Конституции он до сих пор назван молдавским. По мнению суда, техски сладят декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией страны. Белоруссия построит агрогородки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили Минстру архитектуры республики. В ходе визита в Баку президент Лукашенко заявил, что Минск готов помочь восстановлению территорий, пострадавших в результате конфликта. Спутник сообщает, что речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Сохранение национальных футбольных первенств поддержало правительство Италии. Премьер Марио Драги заявил, что внимательно следит за обсуждением проекта футбольной суперлиги и решительно поддерживает позицию итальянских и европейских футбольных властей по сохранению национальных соревнований. В ночь на понедельник 12 клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового европейского турнира суперлиги. В новых соревнованиях должно участвовать 20 команд. УИФА объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в суперлиге. РАДИО СПУТНИК Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. РАДИО СПУТНИК В эфире «РАДИО СПУТНИК». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. На линии журналист-медиаэксперт Евгений Додолев. Евгений Юрьевич, еще раз вас приветствуем. Здравствуйте. Еще раз вас приветствую. Да, такая тема может быть неожиданна для всех нас, но тем не менее хотелось бы обсудить, наверное, не с технической точки зрения, это уж точно. Тема вот в чем заключается. МВД, по большому счету, заказала разработку такой хитрой программы, которая сможет распознавать по голосу, ну это, естественно, цифровые технологии те самые, да, большой брат. Так вот, сможет распознавать злоумышленников по голосу, но, несмотря на то, что вот размещен заказ и цена даже есть контракта 9 миллионов рублей, значит, какие-то заявки там принимали-принимали, но ничего не напринимали. В результате нет желающих, то ли денег мало, то ли, как бы, эта технология еще недоступна для наших программистов отечественных, российских. Как вы считаете, ну, техническую сторону мы не будем обсуждать, но вот с этической точки зрения, если об этом можно вообще говорить, вот такого рода программы, которые могут же допускать ошибки, да, а явно выводы, которые эти программы будут предоставлять правоохранителям, могут ложиться в основу уголовных дел, в основу преследования граждан, может быть, ошибочного. Вот как вот этот тонкий, скользкий вопрос решать? С этой программой, в частности, и с аналогичными. Ну, вот, к сожалению, технологии, они очень опережают развитие пользователей нас, развитие людей, которыми этими технологиями пользуются как с той стороны, так и с другой стороны. Поэтому здесь надо упираться со страшной силой и тормозить это, потому что там, ну, вы знаете массу вот историй там с искусственным интеллектом, когда YouTube там забанил, допустим, аккаунты всех гроссмейстеров, потому что там употребляли слова там, белые начинают и выигрывают, черные атакуют и прочее. Вот это все вот из этой же серии. Мы слишком доверяем технологиям, и когда речь идет, конечно, вот об этом симбиозе правоохранительных органов и технологий, то есть когда за ошибки действительно будут расплачиваться люди свободы и здоровья, то здесь надо, мне кажется, тормозить. Быть крайне аккуратным. Евгений Юрьевич, масса ученых и профессоров, и вообще уважаемых людей, интеллектуалов, говорят весьма громко о том, что ребята, ну, обращаясь как бы к человечеству в целом, мы что-то слишком торопимся с искусственным интеллектом, как бы это ни завершилось какими-то большими бедами для всех, для нас. Это говорят очень авторитетные люди, далеко не гуманитарии, кстати. Да, я думаю, что вот те фильмы, которые в свое время смотрели как фантастические, ну, допустим, Терминатор. Они уже сейчас реалистичны, как документальное кино уже. Да, это все больше похожи на сценарий развития нашего социума. Слушайте, коллеги, а я вот пользовательский момент хотел бы добавить. У меня, например, мама путает по телефону меня и моего старшего брата, который на 6 лет старше, абсолютно путает. А надо кодовые слова придумать какие-то. Вы понимаете, в чем может быть подвох этой ситуации? А таких ведь людей с одинаковыми голосами, манерами, их изрядное количество. И вот выяснится, что, как в том анекдоте, да, правда ли, что академик Амбарсумян выиграл лотерею «Волгу», да? Правда, и не академик, а футболиста не выиграл, а проиграл и так далее. Так вот, выяснится, что не Иван Сергеевич Пупков звонил, да, а какой-нибудь там, я не знаю, Николай Петрович Аванесов, условно, да. Да, и на него повесят все претензии, потому что его искусственный интеллект опознает. А потом придется доказывать, что не верблюд. Ну, в общем, понятно, да. А потом СИЗО, ИК, приговор. Ну, это, наверное, не так все просто, но, тем не менее, вот может лечь фундамент дела, например, вот такой машинный анализ, да, голоса. Давайте дальше двигаться постепенно. Значит, Арсен Аваков, ну, так сказать, весьма знаменитый, известный, глава МВД, несменяемый уже много лет, побывал в Донбассе, там, ну, на украинской, на подконтрольной Киеву стороне, заявил о том, что надо регулировать, значит, все вопросы, связанные с республиками, с Россией на дипломатическом уровне, но добавил, естественно, что к обороне Украина готова. Вот как вы считаете, дипломатия в современном ее виде как-то применима к России, к Украине, к Западу, к ДНР и ВНР, вот это же серьезный симбиоз проблемы, в общем, интересантов? Вы знаете, я боюсь, что там уже прошло то время, когда можно было вот этим инструментариям дипломатическим разруливать проблемы, и хотя все стороны и... Так называемые сепаратисты, и Киев считают нужным говорить, что не существует военного решения этой проблемы, похоже, что это такой нарыв, который там каким-то образом надо вскрывать, и чем скорее, тем лучше, потому что просто... Чем дальше это все затягивается, потом, чем сильнее сжимается эта пружина, тем резче и мощнее она разожмется, и будет больше крови, поэтому какое-то решение должно быть, мне кажется, радикально уже... Ну, это включая военное, вы имеете в виду, или все-таки нет? Включая, да, увы, военное, потому что мне кажется, что в этой ситуации войны не избежать, здесь даже не важно, как она начнет, но совершенно очевидно, кто пострадает. Вот смотрите, как интересно, сначала съездил Зеленский, да, в Донбасс, теперь Аваков, наделали фотки, портфолио пополнили, да, разумеется, на Авакове форма будет камуфляжная, немного лучше смотреться, это мое чисто оценочное суждение. А кто еще поедет туда, из политического эстеблишмента, Юрию, Юлию, простите, Владимиру Тимошенко ждать там? Ну, она... Вот я, это я не знаю, это не имеет никакого значения. Ну, кто же еще... Она птица не того сейчас полета, Кирилл, ну, что там Юрия Владимировна? Я бы хотел, чтобы она приехала. Где она там сейчас, да? Камуфляжик, опять же, фотки. Ну, это замечательно, да. Женщина в камуфляже, это всегда... Аттрактивная, я бы сказал. Ну, вот смотрите, как пропала совершенно господа Савенко. Да, да, Савченко, Савченко, да. Извините, да, Савченко, конечно, конечно, извините. Это был подросток Савенко, если не ошибаюсь, да, то Эдуард Имунов. Да, кстати, тоже из Харькова, тоже, да, земляк. Евгений Юрьевич, ну, скажите, пожалуйста, вкратце, все-таки вот сосредоточение российских войск, о чем все время говорят на Украине, на Западе, это просто учение или, возможно, то самое решение, о котором вы говорили минуту назад? Ну, подготовка к такому решению. Я думаю, что это как раз из... У нас так получилось, что ритмотивом симметричные, симметричные ответы. Это вынужденный ответ на ту риторику, которая и в благосфере киевской, и в киевских изданиях. Они просто совершенно открыто декларируют о том, что война уже идет, что на них напали. И, ну, как-то обозначится, что да, что мы к войне тоже готовы. Уже давно пора хотя бы вот обозначиться. Эти ведь все передвижения, и на это обращали внимание и наши западные коллеги, они производились очень открыто. То есть ведь можно было эти перебрасывать там в ночью, вот прикрыть тьмы. Вот, ну, собственно, вежливые люди появились совершенно неожиданно, и даже со спутников не смогли засечь. А здесь это все делалось открыто. Я думаю, что это в значительной степени даже не сколько, может быть, военная или предвоенная акция, сколько пропагандистка. Понятно. Давайте мы завершим нашу содержательную беседу гражданской темой. Хотя, как знать, может быть, в ней тоже есть элемент гибридной войны. Я уж не знаю, смотря на кого ориентироваться. Но, во всяком случае, глава турецкого МИДа, господин Чего Шаглу, сообщил, что будет с российским послом встречаться, обсуждать туризм. Туризм. Не какие-то там проблемы в Сирии или там газопровод. И не какой-то там энергетику, да? Да, да, да. А именно туризм. Потому что, ну, мы знаем, что Турция закрыта. Значит, вот такой двойной вопрос. Что будет с Турцией, с туризмом? Это первая часть к вам вопроса. А вторая часть, как обуздать российский вот этот туристический бизнес, который тут же взвинтил цены на отечественные курорты, на авиабилеты, на отели кое-где даже на 100%. Да, это абсолютная наглость. Но, тем не менее, это факт. Ну, а как их обуздать? Это же бизнес. Спрос рождает предложение. После того, как вообще фактически весь мир закрыт, у нас, вы знаете, там, если мы про море говорим, про теплое, то это Краснодарский край и Крым. И я здесь совершенно согласен с Италией Милоновым. Он мне это говорил в шутку, естественно, поскольку он политик, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы знаем. Он говорил, что России давно пора заевать какую-нибудь комфортную курортную страну. Не называя конкретно, ну, какой-нибудь остров, куда бы мы могли бы все наши миллионы отдыхающих мамы сели бы ездить. А лучше группу островов. И мы знаем, где эти острова. Потепление, смотрите, идет. Потепление, северный морской путь, курорты Новой Земли. Чего бы нет-то? Ой, сейчас мы далеко зайдем. Давайте попытаемся наши аппетиты все-таки поумерить. Это скрытый ресурс. Почему нет, коллеги? Я понимаю, Евгений Юрьевич, но все-таки скажите, понятно, я вас понял, что нельзя обуздать бизнес, и будет он взвинчивать ценное, предоставлять плохой сервис, я имею в виду, наши отечественные. А все-таки куда, куда, так сказать, податься? Вот Греция открыта нынче, Египет, я так и не понял, кстати, Кирилл, он открыт, Египет? Я бы сказал, приоткрыт. Лавров обещал, вроде бы. Обещал, да, да. Но пока не открыт. Куда податься, Евгений Юрьевич? Греция тоже пока не открыта. Это все пока обещание. Это все обещание. Ну так что ж, на Черное море? Мы все там не поместимся, на Черном море. Ну в прошлом году поместились, там говорят даже, ну правда спотыкались иной раз на пляжах друг от друга, но ничего страшного. В прошлом году все-таки масса людей была очень напугана второй волной и первой волной, и очень многие остались дома. А сейчас как-то народ вдохнул с каким-то облегчением. Ну и тут же выдохнул, как Турцов закрыли. И уже про третью волну грядущую игнорируют. И многие из тех, кто остались в Подмосковье или там на своих дачах, в городе, они в этом году поехали. Спасибо большое, ставим многоточие. Журналист, медиаэксперт Евгений Додолев. Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Ээээ, ну, куда? Да, я не знаю. Ну, ну... А что это? Ответ найден. Вам сюда. Библиотека Лайф. Здесь читают и слушают. По субботам.